В Мурманском ДК имени Кирова состоялся добровольческий воркшоп. На обучающем мероприятии собрались руководители волонтёрских организаций области, задействованных в сфере культуры. О том, как всё прошло, смотрите в нашем следующем сюжете. Волонтёры культуры — относительно молодое направление добровольческой деятельности в Заполярье. У нас оно появилось только в этом году. Программа создана по инициативе регионального правительства, а в масштабах страны она работает уже несколько лет. Цель таких занятий — научить волонтёрские организации методам взаимодействия с государством, а у руководителей — увеличить свои профессиональные компетенции. Одна из задач нашего воркшопа — это рассказать о направлениях всероссийского движения. Их пять. Одно из ключевых — это, конечно же, работа с учреждениями культуры. Какие форматы могут быть применимы в различных типах учреждений культуры. Это сохранение культурного наследия. Достаточно очень профессиональная и ключевая тема, которую в перспективе мы хотели бы развивать у нас в регионе. Реализация проектов творческих, организация туристических маршрутов. Ребята собрались из самых разных учреждений, в том числе и образовательных. В рамках обучения представители волонтёрского движения посетят музеи, обсудят новые тренды в развитии библиотечных и молодёжных пространств, а также поговорят на тему грантовой поддержки. При этом многих волнуют и вполне себе утилитарные вопросы. Я надеюсь, что больше узнаю о модерировании, о документообороте и менеджменте волонтёрской деятельности. Действительно, хороший менеджмент — основа работы любой организации. Как отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, такие курсы можно устроить, лишь бы нашлась подходящая аудитория, которая вместит всех желающих. По её мнению, самое главное в процессе организации добровольческого движения — это чуткость. Не заставлять всегда находить для волонтёров вновь пришедших то, что им интересно по духу, и стимулировать именно то направление, которое у человека откликается, и быть интересными. Потому что люди приходят в добровольческую деятельность волонтёрства за тем, что ему интересно. Они остаются там, когда им интересно, когда они узнают что-то новое, когда они находят своих новых коллег, друзей, единомышленников, и создают после этого ещё и свои новые программы. Этот воркшоп не единственный. В Заполярье их планируют проводить в будущем. Всего на мероприятие приехало 35 специалистов из 15 муниципальных образований. Добраться до Мурманска не смогли только руководители волонтёрских организаций Терского берега и Островного.